Неподалеку от Сан-Блас, в штате Чиапас, расположен небольшой остров под названием Мескальтитан, более известный как «Мексиканская Венеция». Едва ли имея около 4000 жителей, можно было ожидать, что этот остров будет иметь какую-либо реальную связь с Мехико, крупнейшей метрополией в мире, насчитывающей до 20 миллионов человек. Но это так, связь найдена в удивительной истории основания в 1325 году столицы ацтеков – Тиночтетлан, которая позже была завоевана и разграблена испанцами и перестроена в Мехико. Историки давно задумывались о происхождении мексиканского народа, или, известных позднее, как ацтеков. Нет практически никаких доказательств того, что они основали высокоорганизованный город Тиночтетлан в 1325 году. Очевидно, что такая цивилизация не может появиться за одну ночь. Так откуда они взялись? Легенда о Мексике – ацтеках – рассказывает о долгом паломничестве, продолжающемся сотне лет, из «Ачтлана» колыбели их цивилизации, во время которого они искали знак, подсказывающий, где найти свою новую столицу и церемониальный центр. Знаменем стал орел, поедающий змею. Сейчас орел является национальным символом и расположен на национальном флаге. В последние годы все больше и больше доказательств говорит о том, что «Ачтлан» не является мифическим местом, и что именно остров Мискальтитан может быть его первоначальной точкой. План улицы Мискальтитан лучше всего оценивать с воздуха. Это зрелище увлекательное. Две параллельные улицы проходят через овальный остров с севера на юг, а две – с востока на запад, с современной площадью посередине, где они пересекаются. Из-за проливного дождя в течение нескольких летних месяцев улицы становятся каналами, ограниченными высокими тротуарами с каждой стороны. Благодаря этому, Мискальтитан становится мини-Венеция и Мексики, так как все передвижения возможны только на Каноэ. Эта уличная картина имеет космическое значение. Она делит деревню на четыре четверти или сектора, каждый из которых представляет собой кардинальную точку, отражая мексиканскую концепцию мира. Центр можно сравнить с солнцем, дающим всему жизнь. Испанцы, по своему обычаю, построили там церковь, и сегодня центральная площадь с ее инфраструктурой является центром острова. Небольшие магазины, бильярдный зал, современный, благоустроенный музей и административный офис дополняют центральную часть села. Низкие дома на сваях из самана, кирпича и цемента, выравнивают грязные улицы и расположены прямо у края воды. Топ лучших достопримечательностей на воде столетия назад местные жители не очень любили иностранцев, которые приходили охотиться на цапель, ценивших их шлейфы и перья для украшения модных женских шляпок. Сегодня ситуация кардинально изменилась, и если туристы приехали к ним с миром, они будут приняты как хороший гость. Остров Инвайтень от пугающая реальность или остров без возврата жители деревни празднуют одну из самых необычных и самобытных фиест во всей Латинской Америке. 29 июня каждого года они устраивают регату, которая состоит из одной гонки между двумя каноэ. Один из конкурирующих каноэ несет статую Святого Петра из местной церкви, другой – Святого Павла. Местные жители тщательно готовятся к этому празднику. Улицы деревни украшены бумажными серпантинами, а два каноэ богато наряжены конкурирующими семьями, продолжающими вековые традиции. Семья – Артиз отвечает за каноэ Святого Петра, семья – Галинда – за Святого Павла. Статуи двух святых берут из церкви и несут крестным ходом к лодкам. Пара игроков заранее выбирается из молодых людей этих семейств. Каждая лодка, в дополнение к игрокам из статуи Святого, несет священника, чтобы обеспечить справедливую игру. Гонка начинается с середины озера после короткого религиозного служения, в процессе которого священники благословляют воду и молятся за обильные креветки и рыбу в предстоящем году. Запуск фейерверка придает праздничность атмосфере. Поездка на каноэ по острову занимает около 30 минут и предоставляет многочисленные возможности для фото, а также множество сюрпризов, включая крупный план единственного футбольного поля, которое находится в центре озера, над водой. Даже если туристы не заинтересованы в историческом прошлом острова, и не попадают на фиесту, в любом случае, поездка в Мескальтитан будет незабываемым событием. Остров Сакатра Остров счастья в Индийском океане. До острова можно добраться по шоссе Тепик Масатлан, шоссе 15. Далее есть две альтернативы. Северный маршрут пролегает по указателям с 73 километров к северу от Тепика. Начинается с 26 километров асфальтированной дороги, пересекающей болотистые рисовые поля. Далее следует 16 километров грунтовой дороги в Тичу, причал для лодок на остров. Второй вариант – это поездка через рай натуралиста, так как именно здесь изобилует дикая природа. Южный маршрут начинается в 57 километрах от Тепика и проходит через Сантьяго из Куинтла.